чуть пораньше мы сегодня подняли юрий федора доброе утро спасибо большое что выходит выходит к нам и информирует у нас доброе утро вам привет привет юрий ну мы с вами некоторые круг вопросов очертили но ведь жизнь вносит что называется свои коррективы не первый раз мы уже говорим о каких-то то ли ударах то ли ложных тревогах связанных с российской территории и вот сегодня пришли сообщение из курской области из курска из воронежа о том что там сработали системы пво а это довольно далекое расстояние что это может быть если это было ракеты самолеты беспилотники что и и было ли как вы полагаете но если действительно какие-то системы пво начали стрелять тут непонятно какие именно потому что могут быть системы которые основаны на ракетах земля воздух это достаточно такие тяжелые ракеты предназначенные для уничтожения боевых самолетов или крылатых ракет может быть там были менее значимые средства использованы я не исключаю что это могла быть просто какая-то какая-то странная тревога вызвана и непонятно чем вот пришел пришли какие пришла какая-то информация улетит что-то такое давай давай стреляй либо это могла быть ошибка радиолокатора который увидел что-то но если это не так если это не ошибка то это значит что можно есть два объяснения первое объяснение это очередная провокация со стороны россии для под направленное естественно для того чтобы вызвать напряжение социальное и политическое напряжение в этих областях приграничных с украины и ввести там военное положение соответственно не получить возможность мобилизации населения этих конкретных областей это немного но тем не менее это какая-то не добавка к тому что российское военное командование значит вербует на добровольной основе желающих контрактников на войну в украине и соответственно добавить к ним еще какое-то количество мобилизованных на это может быть и какая-то предпосылка для того чтобы ввести военное положение во всей стране объявить что в украина ведет какую-то террористическую борьбу не все может быть я не очень верю в то что украина посыл может послать то есть конечно теоретически может послать какие-то там 1-2 самолета для того чтобы нанести удар но смысла в этом для украины никакого нет скорее наоборот это нечто такое что может спровоцировать дальнейшую интенсификацию войны что касается заявлений заявление российской ну не заявление а вот настроение в российском командовании связанных с тем что нужно завершать войну либо ее интенсифицировать но тут возникает вопрос а что такое интенсифицировать вот пока вы уже упомянули об этом значит министр вооруженных сил великобритании хиппи он сказал что россии цели на российской территории является для украины легитимными надо с целями для ударов в ответ в россии заявили но мы тогда будем уничтожать те правительственные структуры в украине ну или наносить удары по правительственным ведомствам в украине где работают британские советники но первых работают британские советники в киеве или нет это мы не знаем посольство там по моему еще не вернулась британские но в общем это 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 означает что мы будем мы скажем наносить удары там по министерству обороны по зданию министерства обороны по зданиям офиса президента вообще по правительственному кварталу но это один из возможных путей интенсификации войны но это не решает не решает для россии ни одной из проблем это лишь вызывает дополнительную дополнительные антироссийские я бы сказал антирусские настроения в украине которые и без того там невероятность видите ненависть которую украинский народ питает к россии и не только вот к сожалению к путинскому режиму закономерно совершенно не к путинскому режима к россии как таковой читайте то что не пишут в украинских телеграм-каналах украинских социальных сетях это все вот результат военной агрессии результат преступлений в будь и так далее ну а как иначе это невозможно это совершенно естественная закономерная реакция массового сознания и никуда от этого не деться и я уверен что она будет сохраняться очень долгие годы такое не забывается юрий простите вы рассматривая несколько версий случившегося в условной там курско-воронежской областях вы предположили что это могла бы быть провокация со стороны россии то есть у теоретически есть возможность непонятно вот как-то так запустить не знаю ракету или что-то запустить что-то такое что спровоцирует систему пво так чтобы никто не заметил ну то есть мы же наверняка сможем отследить путь вот этой ракеты если она была пущена с территории россии например как не может же просто возникнуть какой-то объект в небе ну вот к сожалению мы с вами не можем отследить отследить могут на те люди которые но операторы радиолокационных станций и те те офицеры которые на этими радиолокационными станциями станциями систем управляют за воздушным пространством наблюдают да они могут увидеть но ведь увидеть и рассказать об этом публично это это совсем не одно и то же они могут предполагать что это ракеты или там какой-то беспилотник или еще что-нибудь было были запущены с территории российской федерации но кто же позволит об этом рассказать единственная возможность но если кто-то из них уйдет на территорию украины или куда-нибудь еще за границу и там начнет рассказывать но но пока таких вот перебежчиков я я честно говоря не знаю не видел а по крайней мере о них ничего не сообщается мы знаем только про одного перебежчика но правда из какой-то гражданской еще один вопрос возможно глупые но зачем вот так усиленно так долго подготавливать почву под мобилизацию если в россии можно объявить что угодно когда угодно так войну вообще-то начали ну то есть я думаю что нет никаких проблем в том чтобы просто взять объявить милитаризацию милитаризацию вас давно милитаризацию да у меня сегодня плохо все с терминами обращаюсь прошу прощения просто оберните это в соответствующую телевизионную упаковку покажите по всем каналам дайте задание соловьеву симоньян кому угодно они вам таких ужасов расскажут что не надо ничего взрывать не не над воронежской областью не над курска областью но соловьев со скобеевой могут рассказать все что угодно но на все таки насколько я себе представляю не какая-то информация не может не просачиваться и и попадать в общественное сознание в общественное мнение в россии о том что действительно происходит на фронтах украине ибо но тут ведь есть два момента вот так просто объявить мобилизацию невозможно значит нужно объявить на военное положение нужно сказать специальная военная операция кавычка да она провалилась значит теперь мы ведем видео войну это не это совсем разные вещи с точь даже с точки зрения пропаганды теперь дальше но ведь люди которых будут призывать объявление мобилизации означает что под угрозы и призыва могут оказаться не только те те категории призывников но военно обязанных запасов которых призовут скорее всего в первую очередь вообще очень очень широкие слои населения потому что на таких военно обязанных запасов россии много миллионов наверно миллионов 10 а то и 15 вот каждый из них будет чувствовать себя под угрозой вот сегодня повестки нет а завтра придет повестка военкомата если я туда не прийду то меня будут искать с милицией объявят дезертиром и отправят где-нибудь валить лес солнечной коми на пару лет а то и больше значит это совершенно иное отношение к войне с точки зрения со стороны массового сознания со стороны населения я уже много раз говорил и не только я но очень многие люди которые занимаются уже профессионально российским массовым сознанием они говорят одно дело это смотреть меня на войну по телевизору да это увлекательная картинка вроде компьютерных игр а если если непосредственно значит надеть там сапоги и каску и отправиться на фронт это совсем другое на фронте убивают и вероятность погибнуть гораздо больше и как российское население будет реагировать на такого рода значит угрозу угрозу отправить на фронт причем избежать этого довольно трудно я я думаю что реагирует будет однозначно либо пытаться как-то избежать этого дела либо на всячески демонстрировать свое неудовольствие и вот тут ведь еще один момент есть по моему вчера или позавчера издание република опубликовала статью на интервью прошу прощения с мовчаном очень квалифицированный экономист на который пишет о том что где ну рассказывать не пишет о том что концу лета в россии могут быть миллионы безработных а правительство просто еще не осознала остроту момента я склонен доверять этому этому экономисту он действительно квалифицированный человек но представьте себе миллионы безработных угроза мобилизации нехватка уже денег для того чтобы купить там то к чему люди привыкли и как в этой социально-политической ситуации будет чувствовать себя власть но конечно можно сказать что есть там национальная российская гвардия которая будет все это всех этих непослушных избивать и все прочее но ведь и национальная гвардия тоже те же самые люди только в военной форме которых индоктринировали конечно но если где у них будут неприятности но тогда режим вообще может зашататься и рухнуть гораздо быстрее чем на чем многие предполагают и в общем вот эти все вопросы они сейчас встают перед российским правящим классом перед российской правящей верхушкой и ответов на эти вопросы я думаю что пока еще нет отсюда вот стремление военных ну давайте же мы как следует ударим по украине что это значит я повторяю я я представить себе не могу потому что и так уже бомбардировки идут бомбардировки совершенно чудовищные тем более что запасы ракет в общем подходят концу как говорят опять же знающие люди ну а запад поставляет украину все более и более совершенные системы на вооружении вот пошли недавно сообщение о том что поставлена система реактивная система залпового огня американская которая может который превосходит по боевой мощи и по дальности российские все эти грады ураганы и смерчи а кроме того если ее разглядеть но и ракеты они шестью то она может эта ракета может долететь на 300 километров а это уже серьезно эти тоже вот те самые приграничные области которые на сейчас как-то будоражат всячески вот они могут действительно оказаться под ударами в общем все это все это ставят перед перед путиным и его окружением такие вопросы на которые он пока не может найти ответы в результате в результате мечется между различными вариантами пытается организовать наступление на юге украины постоянно меняются цели военной операции на лавров то грозит ядерным ударом по европе я не знаю говорит о реальности третьей мировой войны ядерный это упрекает украину в том что она ужесточает позицию на переговорах в общем все это на мой взгляд это признаки того что в кремле не очень понимаем что делать дальше ну и последний вопрос я попросил сегодня значит юрия федорова проанализировать списки фбк которые накануне были представлены мы хочу дальше стане фельгенгауэр вместе будем обсуждать список коррупционеров и разжигателей войны именно в военной части там военные из министерства обороны 101 фамилия там вообще безотносительно того надо ли составлять такие списки не надо просто вот если говорить там коррупционеры и разжигатели войны попали не попали насколько корректно по вашему составлен на вот этот список из более чем 100 фамилий но этот список 100 фамилий 101 фамилия высшего руководства министерства обороны и генерального штаба он интересен тем что вообще я до сих пор не встречал но такого подробного списка высших функционеров высших высшего начальства министерства обороны с фамилиями и должностями вообще говоря это интересное интересный такой справочник но видите с моей точки зрения там просто перечислены заместители министр руководители основных департаментов и основных структурных подразделений министерства обороны и генерального штаба то есть ну скорее всего взят был справочник служебный справочник и всех перечислили в какой мере все эти люди отвечают за за ведение войны за военные преступления ну вот конечно да конечно практически все я думаю все все высшее руководство и не только министерство обороны но и других на силовых ведомств и правительственных ведомств все те кто работают сегодня на на режим и входят верхушку бюрократии верхушку бюрократической номенклатуры этого режима будь то силовая или хозяйственная все как угодно или пропагандистская они все отвечают за 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 виде за вот эту агрессивную войну но с другой стороны ну вот вспомним да это самые нюрнбергские процессы в германии после второй мировой войны там все таки была некая такая попытка разделить выделить индивидуальную вину и не все скажем там судьи или немецкие дипломаты времен райха были одинаково оценены с точки зрения их личной индивидуальной вины и ответственно даже не ответственности а вины за совершенные преступления поэтому тут тоже возникает вопрос когда мы говорим о списке воев военного руководства россии ну скажем начальник департамента который занимается социальными проблемами военнослужащих его или точнее ее там по моему какая-то дама была в погонах вот ее личная ответственность может быть не такая как у оператора или там начальника направления генерального штаба который определяет цели для ударов крылатыми ракетами калибра и понимает что удар по такому-то жилому массиву в киеве или в сумах или в чехнигове он приведет к серьезным жертвам военнослужащих мирного населения вот индивидуальная вина этих этих двух людей я просто взял для примера таких наверное может быть и не один и не два несколько она не может быть различна так что вот это но это ведь вопрос для будущих судебных процессов вот так конкретно это для введения санкций так сказать но я с вами согласен что можно использовать конечно для так сказать будут будущих процессов безусловно само собой спасибо большое благодарим юрия федорова нашего военного эксперта каждый день который нас значит не радует ну знаете что еще будет время так сказать пораду спасибо вам спасибо